Здравствуйте! Сегодня среда, 13 декабря. В эфире новоуральская вещательная компания информационная программа «Объектив». В студии Кирилл Пантелеев я и мои коллеги расскажем вам о последних событиях. Коротко о главных темах выпуска. Координационный совет по вопросам укрепления общественного здоровья подвел итог работы за 2023 год. Думай экологично. Молодежь Новоуральска продолжает предлагать свои идеи по улучшению экологии в городе на проекте «Экостарт». В Новоуральске прошел пятый слет кадет из городов Горнозаводского управленческого округа. Ежедневный мониторинг цен на куриное яйцо в магазинах Среднего Урала организован Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона. Стоимость этого значимого продукта, а также куриное мясо, отслеживается уже на протяжении трех недель. По поручению губернатора Евгения Куйвышева с ритейлерами, в том числе с магнитом и X5 групп, достигнута договоренность о минимальной, не более 5-процентной или нулевой наценке на куриное яйцо. Как отметил первый заместитель губернатора Алексей Шмыков, цитирую, сегодня сам сходил в магазины и проверил. В Кировском яйца стоят по 80 рублей, в Магните по 100 рублей. Радует, что местные производители и торговые сети, несмотря ни на что, идут навстречу жителям и держат адекватную стоимость. На стоимость яиц в стране повлияло много причин. Увеличились транспортные расходы, предприятия повышают заработные платы работникам. В декабре перед Новым годом у нас всегда повышенный спрос на яйцо. В январе, надеюсь, проблем не будет. Наша область обеспечивает себя яйцом более, чем на 100%. Конец цитаты. Свердловская область обеспечена куриным яйцом собственных производителей на 105%. Три ключевых птицефабрики Среднего Урала – Ирбитская, Нижнетагильская и Свердловская – не только поставляют товар на полки местных магазинов, но и экспортируют его в соседние регионы. В продолжении темы. С 1 января 2024 года в Новоуральске, как и во всех медицинских организациях, будет осуществлен переход на электронный документооборот. Проект «Ярмарка здоровья», реализуемый в городе, стал победителем областного конкурса на лучший муниципальный проект. В рамках проекта проводятся мероприятия, направленные на укрепление здоровья жителей и профилактику заболеваний. Подробности в сюжете. С 1 января 2024 года все медицинские организации переходят на электронный документооборот. И Новоуральск не исключение. Это позволит сформировать на базе всех учреждений ФМБА информационную экосистему, которая собирает всю информацию о пациентах, хранит ее и позволяет передавать по всем внутренним каналам. Большим плюсом этого является то, что программа сама разрабатывает модель, определяя группу здоровья пациента, факторы риска. Это помогает врачу отследить вовремя непройденную флюорографию, маммографию и диспансеризацию. Бумажные карты находятся в архиве и будут храниться 25 лет. В настоящее время на базе CMC-431 мы переходим на единую электронную систему ФМБА, которая называется ЕвМИАС, что позволит нам не только создать единую базу по всей структуре ФМБА, но также для пациента это большой плюс в том, что все результаты обследования, осмотры врачей, они будут выгружаться в электронную медицинскую карту пациента, которая располагается на портале госуслуг. То есть пациенты получают доступ к своей медицинской документации, к своим результатам в течение 24 на 7. Для укрепления здоровья работников Уральского электрохимического комбината разрабатываются и внедряются корпоративные программы. На предприятии реализуются 8 социальных программ, 4 из которых направлены на укрепление здоровья сотрудников. Совместно с медицинским центром «Изумруд» была разработана поддержка здоровья по дополнительной реабилитации для работников предприятия. Особое внимание уделяется культуре и спорту. Отметим, что участниками спортивных мероприятий стали более 3000 работников УАХК. Совместно с СМСЧ-31 реализован проект «Школа здоровья». Борьба с лишним весом, да, и грамотные специалисты рассказывают о практиках, о том, как с этой проблемой можно побороться. Проект «Ярмарка здоровья» был признан победителем первого областного конкурса на лучший муниципальный проект по укреплению общественного здоровья в 2023 году. В городе было проведено много интересных мероприятий, направленных на поддержание и сохранение здоровья граждан. Среди них программа «Фитнес-мама», «Привет, сосед», «Новоуральское долголетие», «Школьная служба примирения», а также проект для молодежи «Хобби-фест» и другие. Мы очень активно используем эту площадку для того, чтобы рассказывать нашим жителям о том, что у нас происходит в этой сфере. Рассказываем о наших ярмарках здоровья, рассказываем о нашем фестивале «Новоуральское долголетие», спрашиваем наших жителей, что бы они хотели увидеть на следующих крупных городских мероприятиях. И, конечно же, мы очень активно привлекаем сюда сотрудников ЦМСЧ, для того, чтобы они рассказывали о том, что происходит, что меняется, что становится лучше и удобнее для наших жителей. Комиссия также обсудила планы на следующий год. Одно из мероприятий, который будет продолжен в 2024 году, «Ярмарка здоровья». Она запланирована на 17 февраля будущего года и пройдет на площадке концертно-спортивного комплекса. Кроме того, решено сохранить и продолжить проведение фестиваля «Новоуральское долголетие», который находит ОТЛЕК среди горожан серебряного возраста. Юлия Балдина, Михаил Карелин, «Новоуральская вещательная компания». Прожиточный минимум на 2024 год утвердили для жителей Свердловской области. Он составит 15 290 рублей. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. В этом году губернатор Евгений Куйвышев установил в регионе новый уровень прожиточного минимума, который превышает средний по стране более чем на 7%. Размер прожиточного минимума меняется в зависимости от категории граждан. И для трудоспособного населения он составит 16 675 рублей. Для пенсионеров – 13 156 рублей. А для детей – 15 281 рубль. ВИВАТ-фестиваль. ВИВАТ. Это слова из гимна Всероссийского фестиваля, двоенно-патриотической песни «Опаленные сердца», который прошел в 21 раз. На базе Дома культуры «Новоуральский» собрались участники из нескольких десятков населенных пунктов страны. А поддержать их собрался полный зал горожан. ВИВАТ-фестиваль, ВИВАТ. Собрались здесь опять друзья. Наши песни уже и скучат. Эту «Опаленные сердца» хранят. Фестиваль «Опаленные сердца» впервые прошел в 1995 году. Он был организован комитетом солдатских матерей для новоуральцев, которые вернулись из Чечни. Фестиваль получил свое название благодаря тому, что он посвящен памяти тех, кто потерял своих близких в военных конфликтах. С тех пор фестиваль проходит ежегодно и становится все более и более популярным среди жителей города и гостей из других регионов России. И вчера президент в своем выступлении неоднократно подчеркивал нашей сплоченностью и нашим героям, которые сегодня защищают нашу Родину. Еще раз с праздником на нашей территории, на территории Новоуральского городского округа. Ну а всем организаторам низкий поклон. А ребятам, которые служат сегодня на СВО, дай Бог здоровья, чтобы все вернулись живыми и здоровыми. Участники фестиваля исполняют песни о подвиге, защите отечества и любви к Родине. Мероприятие объединяет людей разных поколений, чтобы сохранить и передать память о воинской доблести и патриотизме. Фестиваль «Опаленные сердца» напоминает нам о важности сохранения и передаче памяти о подвиге наших предков, о необходимости воспитания патриотизма и уважения к военной истории страны. Ведь только помня и уважая свою историю, мы можем по-настоящему ценить свою Родину. Ну это, во-первых, патриотическое воспитание подрастающего поколения, потому что мы всегда привлекаем ребят, кадеты вот у нас сегодня будут, да, курсанты. В общем-то, и дети выступают на сцене вместе с нашими великими такими, как раз, героями. Отметим, что в зале и на сцене присутствовали ветераны боевых действий, родные и близкие, и близкие те, кто сегодня выполняет задачи по защите государственных границ Российской Федерации в рамках специальной военной операции. Вот уже третий год в Новоуральске реализуется проект «Экостарт». Его суть – развитие проектно-технологического мышления школьников и студентов Новоуральского городского округа. На днях прошла защита проектов юных горожан по улучшению экологической обстановки округа. Подробности в сюжете. Юный новоуралец Максим Кузнецов озаботился состоянием нашего водохранилища и выявил причины зарастания Верхневенского пруда илом. Чтобы в дальнейшем наш водоем не превратился в болото, молодой человек решил заняться решением этого вопроса. Зарастание – это процесс природный, и повлиять на него мы не можем. Мы можем его замедлить. Вот запустить рыбу, которая будет поедать этот ил, то есть мониторить эту ситуацию, но полностью остановить ее невозможно. Темой проекта школьник заинтересовался пять лет назад. Все это время вместе с преподавателем они ищут ответ на свой вопрос. В этом году с идеей оздоровления пруда он заявился на образовательную платформу «Экостарт», чтобы выйти на новый уровень своего исследования. В целом, молодежь Новоуральска волнует разные вопросы экологии. Мы работали своими силами, мы проанализировали знания школьников с 7 по 11 класс, что они знают о радиации и что они будут делать в случае радиационных аварий. С самого детства я с своим дедушкой ездил на рыбалку, на черный шишин в том числе, и я заметил, что с каждым годом мой дедушка стал лавать все меньше и меньше хариуса. Хариус – это естественный индикатор чистоты воды в реке. Сегодня мне дали подсказки, что можно в проекте улучшить, что изменить. Ну, я думаю, этим я и займусь. «Экостарт» хорошо зарекомендовал себя за годы реализации в Новоуральске. В 2021 году возникла идея запустить платформу в нашем городе. А в январе 2022 года неравнодушные к теме экологии ребята начали разрабатывать свои проекты. Тогда юными новоуральцами было представлено более 20 идей, многие из которых воплотились в жизнь. В этом году ребята представили 18 проектов. Можно сказать, что по сравнению с прошлым годом они стали более научно такие обоснованные. Больше практической части мы увидели. Мы для себя, как администрация, увидели те проекты, которые действительно уже реализованы на территории нашего округа. Что касается работ, то и в прошлом году были интересные работы, и в этом году интересно было посмотреть, как эксперты из разных организаций, как они реагировали, взрослые люди. На вот эти вот, собственно, мы это и сегодня наблюдали. Образовательная муниципальная платформа «Экостарт» объединяет большое количество партнеров, заинтересованных в эффективности дополнительного образования в городах, присутствие госкорпорации «Росатом». К примеру, администрация округа, Уральский электрохимический комбинат, приемное общественного совета госкорпорации «Росатом» в Новоуральске, управление образования города, НОРАО и многие другие. Появляются и новые. В этом году еще четыре предприятия подписали протоколы о сотрудничестве. Вот эта платформа, она как раз и делает то, что она соединяет инициативу, ну, например, студентов, школьников с возможностями предприятия, например, нашего комбината, Уральского электрохимического комбината. Потому что мы, собственно говоря, являемся тоже жителями нашего города, и вот в экологической ситуации мы также заинтересованы, ну, как и все. Платформа работает. Авторы лучших проектов этого года, которые оценили эксперты, Максим Кузнецов и Артем Фахруддинов отправятся в Москву в образовательную поездку. Они будут участвовать в мероприятиях в атомном павильоне на ВДНХ. Мы их повезем в музеи, в выставочные залы. Они встретятся, какая-то встреча будет с Ефи. Безусловно, они посмотрят какие-то там концерты московские. Я думаю, что это тоже повлияет на их решение дальше продвигаться в этом направлении. Новоуральск был выбран пилотным для внедрения платформы. В этом году к нам приехали гости из других городов присутствия госкорпорации «Росатом», чтобы посмотреть на то, как работает «Экостарт». Проекты, все, которые были заслушаны, они у меня все вчера нашли отклик, потому что тот или иной проект можно применить на нашу местную территорию. Будущее страны в руках молодежи. Возможно, в дальнейшем ребята выберут пойти по пути развития экологических навыков. А такая платформа, как «Экостарт», может помочь им на этом пути. Елена Мельникова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская обещательная компания. В пятом слете «Кадет» приняли участие команды из 15 городов Горнозаводского управленческого округа и Новоуральска. Слет прошел на двух площадках в этом году. «Кадеты» соревновались в различных дисциплинах, такие как спортивные состязания, викторины, творческие конкурсы и многое другое. Участники слета получили множество положительных эмоций, новые знания и опыт, а также укрепили дружеские связи между городами. Подробности в сюжете Юлии Балдиной. «Кадетская слава-2023» прошла в Новоуральске. Воспитанники кадетских классов и военно-патриотических клубов встретились на пятом военно-патриотическом слете. Он проводится в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» в поддержку наших военнослужащих, принимающих участие в СВО и посвящен празднику «День Героев Отечества». В этом году кадетская слава проходит при поддержке Уральского электрохимического комбината. Наши ребята достойно выполняют те задачи, которые стоят сегодня перед ними. Так что вы – будущее нашей страны. Я хочу сказать слова благодарности взрослым, сопровождающим и вашим наставникам, и тем, кто является организаторами этого слета. Потому что именно они учат вас быть патриотами, любить свою родину, любить свой город, свою семью. Вы – будущее нашей России, защитники нашей Родины. И пока есть в нашей стране такие ребята, как вы, наша страна жила, живет и будет жить. В этом году в участие принимают 15 команд. Среди них команды из Нижнего Тагила, Верхней Пышмы и поселка Половинный. На этот раз слет прошел на двух площадках – ДК Новоуральский и на базе школы 48. Конкурс визита, конкурс на лучшего командира и меткого стрелка. Такие состязания прошли ребята. Также была организована военно-спортивная эстафета и викторина под названием «Россия – мировой лидер атомной промышленности». Отметим, что впервые в слете принимали участие команды из Верхней Пышмы и школы 56 Новоуральска. Несмотря на морозную погоду, наш город тепло принимал гостей. Для нас это тяжелое испытание, потому что мы здесь на этом мероприятии впервые. И считаем, что если это первый наш опыт, мы считаем, что он должен быть победным. Приехали таким составом впервые. В том году также посещали эту зорницу. Ребята, которые ездили, остались в большом восторге, получили море удовольствия. Поэтому мы приехали за этим же. Сегодня мы приехали в холод, в минус 30, собирались, в 6 утра собирались на соревнования. Мы участвуем в этом свете впервые. Мы очень долго и усердно готовились. В течение месяца мы ходили на тренировки каждый день в нашей школе. Помогала я, как младшей группе нашего отряда. И наш руководитель Алексей Рудольфович, что ему большое спасибо. Он очень много времени с нами провел. И я думаю, что мы подготовились хорошо и выступили тоже отлично. Нас уверены, поэтому мы тоже, наверное, уверены. Главная цель кадетского слета – укрепление дружбы и сотрудничества между кадетскими и юноармейскими школами, а также приумножение лучших традиций военно-патриотического движения в России. Есть уверенность, что сегодняшние мальчишки и девчонки смогут стать достойными наследниками доблестного русского воинства и приумножить героическую славу России. Юлия Балдина, Михаил Карелин, Новоуральская вещательная компания. Соревнования по лыжным гонкам «Кубок Урала-2023» прошли на лыжных трассах «Зеленого мыса». Участие в соревнованиях приняли более 200 лыжников из разных городов Урала, которые соревновались в забегах на дистанции 5 километров для женщин и 10 километров для мужчин. На территории Новоуральского городского округа активно развивается лыжный спорт. Есть учебно-тренировочная база «Олимпийц», которая работает круглый год и может принять 290 человек. Эксперты отмечают, что трассы на базе соответствуют высоким стандартам. Жители любят лыжи, жители города, да, и участвуют во многих соревнованиях. И, кстати, мы проводим очень много соревнований в городе Новоуральска. Мы живем на Урале, это точка, где зимние виды спорта – это приоритет. И заниматься лыжами, да, ну в том числе и биатлоном – это сама природа, сама жизнь позволяет и дает, чтобы занимались. Лыжные гонки полезны для здоровья, поскольку они помогают улучшить общую физическую форму, повысить выносливость и укрепить сердечно-сосудистую систему. Они также способствуют развитию координации движений, гибкости и баланса. Кроме того, лыжные гонки могут быть отличным способом провести время на свежем воздухе, познакомиться с новыми людьми и насладиться природой. Это наша традиционная роллерная трасса, 3,3 километра круг. Снежная обстановка позволяет по нему проводить. Поэтому, думаю, участники получат хорошие эмоции от прохождения трассы. Трасса жесткая, мы ее подготовили вечером, она за ночь застыла. Трасса вообще идеальная. На соревнованиях Кубок Урала 2023 принимали участие лыжники разных поколений. Молодые спортсмены активно поддерживали ветеранов спорта, предоставляя им необходимую информацию о ходе соревнований. Организаторы также уделили внимание ветеранам, обеспечивая их комфортные условия для участия в соревнованиях и поддержку со стороны других участников. Сейчас наши спортсмены радуют, особенно Бажин занимает первые призовые места на Кубке России. Это очень здорово, хорошо, что у нас есть спортсмены. Лузин красавчик, рекорд России установил. Так что спорт в Кедре жив, жил, жив и будет жив. На Кубке Урала 2023 молодое поколение лыжников Новоуральска продемонстрировало высокий уровень подготовки и стремление к достижению высоких результатов. Участники активно применяли новые технологии и учились у опытных спортсменов, готовясь к соревнованиям. Это укрепляет все спектры жизни. Это и физическая подготовка, это и моральная подготовка, это в первую очередь дисциплина. Дисциплина без нее никуда, абсолютно никуда. Если у человека есть какая-то цель без дисциплины, просто ничего не получится. Именно спорт позволяет воспитать себе эту самую дисциплину. На Кубке Урала 2023 в Новоуральске произошло яркое событие. Участие знаменитого лыжника Сергея Устюгова. Олимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта Сергей Устюгов победил в гонке на 10 километров в свободном стиле. Молодых лыжников из Новоуральска теперь есть возможность общаться и перенимать опыт у таких именитых спортсменов. Это может помочь им в будущем поднять уровень новоуральского спорта на новый высокий уровень. На этом наш выпуск подходит к завершению. Увидимся с вами завтра в четверг 14 декабря в эфире Новоуральской обещательной кампании в программе «Объектив» на телеканале ОТВ в 19 часов. У меня на этом все. Берегите себя и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин